итак дорогие наши зрители мы продолжаем нашу работу и выпуск видосов по теме сборка дешевого современного системного блока или персонального компьютера на основе платы msi h510 pro e недорогая хорошая платка такая у нас приобретена вот вы видели наши предыдущие видосы мы рассказываем показывали собирали все на ваших глазах то есть запускали слава богу он запустился соответственно системник уже собранный стоит на рабочем столе и мы подключились к нашему старому системнику то есть к нашей старой системе и показываем как мы сегодня будем ставить нашу винду итак ребятки флешка в руфусе запустилась и поехали потихонечку будем смотреть так что у нас мышка русский формат времени так метод ввода раскладка клавиатуры ну в принципе да пока что так раскладка клавиатуры но поставим английскую английскую показываю так арабская проматывайся не хочешь хочешь так армянская армянская где у нас сша английская так немножко мелковато у меня тут я вижу все это дело ну вот как то так ага сша международная так язык русский метод ввода пока что да далее нажимаем установить да устанавливаем что нам предлагает пробовали акронисом так это пажей пажей ребятки ключи вот эти вот папа же и все остальное по вы пробовали акронисом зайти с помощью акрониса разбить диск пока что у нас акронис что-то не заходит это будем отдельно заниматься так домашние образовательные для 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 образовательных учреждений для рабочих станций так прошку поставим прошку 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 поставим прошку нас время куча домашние нет прошку 64 до 64 так принимаем соглашаемся обновление выборочная только установка для опытных пользователей так сохранению файлов не для опыта а 120 рик 120 рик а шо нас разбит да зарезервировано 120 мегабайт не зарезервировано это такое дело а здесь надо ребятки вообще-то подождите форматнуть нафиг все и забамбурить все это дело как положено так удаляем окей нас диск бы ушный не занятое пространство так удалить окей все 230 чем-то так создать создать размер 238 нет 120 рик мы сейчас сделаем дадим системе порядка где-то 120 или даже 150 до 150 мегабайт так это долго будет тут все это дело заводить сейчас мы попробуем здесь вывести нужную нам циферку не 200 а они там извиняюсь я не там не там клац здесь не двоечку а единичку и у нас получится где-то 130 и там сотни останется нормально нормально так применить окей так первый раздел это у нас третий раздел получается 100 мегабайт это у нас будет дополнительные тик 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 или в принципе в принципе давайте просто винду поставим да и все винду поставим а потом уже будем ковыряться хотя вот этот раздел это у нас здесь информация информационную идет диск 0 раздел 3 ладно пусть будет так давайте попробуем поставить все поехали устанавливать время в принципе есть да время есть еще так сказать посмотрим как у нас десятка будет установить хотя у нас бывает и долго устанавливается но во время монтажа я думаю кое-что здесь укоротим не волнуйтесь итак задача была такова еще раз повторюсь кто знает кто не знает наша задача была следующая организовать системный блок на котором надо организовать чуть-чуть небольшой в этот серверочек для решения определенных задач вот ну соответственно с точки зрения нашего канала блин ведущий ну как это поставить какую-то ерунду старую но с такой мыслью в принципе я и пошел в магазин прихожу до вальдемара сан саныч и говорю сан саныч так и так есть грубоушные подешевле он говорит валерыч нет вот буквально давеча продал но тут такое дело хромой какой-то там был и так далее вот я говорю ну что будем делать ну как давай 6 подберем дешево и сердито начали подбирать пляшем сперва с процессора целерончик я грану целерончик это не то валерыч говорит десятого поколения целерончик двухъядерник четыре потока шуте еще надо я говорю в принципе давай давай подобрали целерончик боксированы все как положено с кулером и так далее вопросов нет нет хорошо идем дальше давайте валерти подберем материнскую плату ну соответственно h510 m pro ешку взяли разъемы есть помощи нормально 10 11 процеки 10 и 11 так сказать номинала понимает понимает супер-пупер конечно процеки сюда уже не вставишь тут система питания конечно это а так для офицера для офисной работы вот как раз моем случае подойдет да подойдет блин все хорошо так память ну как валерыч эти дамы вот 8 гигабайт 4 маловато 8 как-то не то и на второй день я уже когда пришел забирать аппарат материнку и все прибамбахи я дай мне еще одну планочку взял еще одну восьмерочку 2 666 2 поставил в двухканальном режиме 16 гигабайт на наше время это очень нормально и неплохо соответственно разобрались накопитель саташный формата м2 сюда не поставить здесь у нас версия и и а версия прошка про а здесь у нас было бы и был бы накопитель формата м2 но учитывая то что в данный момент здесь на этот компьютер нам не надо такие скорости нам пойдет и просто саташные мы взяли старый саташный сняли с основного блока персонального компьютера и поставили на вот этот новый нормально вот сейчас вот сидим устанавливаем и так далее 240 а домой хватит для за глаза хватит так сказать для функционирования данной системы так встроенная в процек ультра hd что стоит так сказать интеловская этого тоже достаточно full hd показывает и слава тебе господи видеокарту отдельно сюда вставлять мы не будем вы видели обзор моей платки соответственно здесь у крутасов типа вентиляторы какие-то там радиаторы тут такого нет все простенько все скромненько под ай 3 под целерон чик все это дело пойдет пойдет да пойдет и слава тебе господи разъемов сзади достаточно сетевой гигабитный hd майка есть по видео даже выгаш на есть и он работает для видео тоже есть вот такое интересное подключение разъемы есть четыре саташных разъема есть юсб 3.2 g на 1 так сказать тоже есть и g2 тоже есть высокоскоростные и простенькие тоже есть достаточно даст достаточно даже sound есть как не странно я вам тоже показывал простецкий sound есть а блок питания я применил 450 ватт старый добрый импульс не как всегда так сказать но уже с хорошим весом и этот блок питания у меня уже несколько раз меня и моего моих друзей выручал вот в данный момент он пригодился корпус я тоже показывал корпус бушный при установке слава богу мы сделали ошибку вы видели когда я вот эти стоечки ставил для крепежа материнской платы там у нас был журфикс одну стоечку неправильно поставил если поспешил бы то точно бы где-то был бы и было бы ерунда 6 отверстий 6 той стоек и 6 винтов за ее закрутил слава богу все нормально общее впечатление работает bios шикарной ребятки я вам показывал в отдельном видео bios там нормально и файны понимает скоростные режимы понимает настройку по графику вентиляторов наших температурку мерит соответственно можно поковыряться соответственно турбирование или разгон материнской платы с помощью уэфа или bios и есть такая штука так что в принципе здесь есть где поковыряться и покрутить общее впечатление от этой вот штуковинки скажу следующее блин правильно сделал спасибо большое сан санычу и вальдемару сан саныч меня как раз надоумил говорит валерыч не бери ерунду не бери старье не бери бэушное ответственная задача круглосуточно должен работать ты же придешь через пару месяцев ко мне и скажешь что то не работает и все и начинается вот эти хождения по магазинам проблемы и так далее мы тебе подобрали оптимальный вариант дешево и сердито материнка дешево и сердито современный процик блин ну и более-менее как постоянному клиенту надоедающему продавцу снижение цены определенные были там немножечко здесь немножко тут будем говорить так как бы чаем напоели уже приятно так что такое интересное приобретение нашего канала для работы этот компьютер не для развлекухи а для работы так что такие дела и в данный момент мы ставим инду сейчас потихонечку я думаю прервемся посмотрим позже уже включимся позже когда уже появятся определенные итоги а так принципе нормально ставится немедленно ну или быстро продолжаем нашу работу ждем довольно таки смею неосторожно заметить довольно таки быстро установилась все компоненты буквально давеча выключали сейчас идет перезагрузка нашего железа и мы в принципе ну в принципе мы должны уже стартовать с жесткого диска я вынимаю флэху там у меня в биосе как вы помните когда мы еще крутили отдельное видео есть в биосе мы поставили вторым загружаться hdd ну пока что да вот hdd да вот msi к msi к я называю хотя msi к идет подготовка да вполне так сказать живенько и красиво живенько и красиво здесь у нас увеличенные здесь у нас другой вариант потихонечку до что-то даже и получается и узнаете десяточка быстренько села вот этот маленький перерыв был я даже не заметил смотрю жик-жик-жик и готово довольно таки неплохо садится ну потому что система нулевая ничего лишнего нет и так далее посмотрим что у нас получится поэкспериментировать на этом системнике с такой вот материнской платы платы вот наша материночка плата h510 m pro e в ешке нет накопителя м2 вот ставим сейчас десятку ну идет подготовка ладно а нет смотрите что то там делать что то ковыряется перезагрузки разные идут да сейчас перегружается еще раз перезагрузка пошла в это время ребятки не надо ничем помогать компьютеру все вот этот процесс зависит от мощности вашего аппарата от количества памяти мощности процека скорости накопителя и так далее было бы hdd-шка сейчас бы давно бы еще курили бы сидели а вот саташные хорошо м2-шка ну конечно будет летать м2 да по-любому подождите подождите нас гоняет в этот момент мы ничем не помогаем перезагрузку не делаем на клавиатуре ничего не клацаем ерундой не занимаемся пока я все время расскажу что вот по секрету я конечно о что то уже появилось панама так россия согласаемся на россию да пока что так русскоязычное у нас здесь все будет так правило это правильное да правильное пока что не надо пока что не надо сейчас секундочку мы посмотрим сейчас секундочку у меня здесь пропускаем сейчас секундочку мы пропустим даже я вам покажу переход мы сделаем пропустим пока что это позже будем добавлять всякую байду так подключить вас к сети нет нет пока что у меня говорит нет интернета да у меня пока что нет интернета пока что я не подключены тут повышенная безопасность полная установка с учетом microsoft разблокировка ручек компонентов продолжить лучших компонентов windows повышение безопасности бесплатный доступ не 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 ограниченную установку пока что ограничено ставим на вообще-то можно просто посмотреть что у нас там и как что и как вообще будет она пыхтеть запускаться и так далее а все вы крутаться это когда уже точно знаете пароль нет пароль не будем ставить пароль ставить не будем так поиск устройств там приложение рукописный ввод так что она у нас просит секундочку сейчас мы переведем немножко картиночку тик 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 местоположение ну принять если уже просит то будем принимать будем принимать никуда не денемся принимаем правит правит мэдвэт выполняется подготовка для нас это нас радует мы просто сейчас ставим 10 винду чтобы ну про что продуплилась она что продуплилась мы точно знали работает запускается как она пыхтит первое впечатление повторно с выкрутасами это мы уже вообще-то отдельно возьмем монитор 22 дюйма и будем вычитывать каждую строчку а в данный момент у меня все это дело заведено через медиаконвертер ну и соответственно другой аппарат мы сейчас введем просто запись но увидим довольно таки быстро ребятки скажу следующий я не сидел час-полтора как некоторые десяточки у нас садятся вполне нормально вопросы некоторые будут задавать конечно как что мы все это дело решим по функционированию и так далее нам надо понять как вот именно h510 м про ешка заглатывает винду и как она работает саташный 240 samsung между прочим samsung magic c а надо будет поставить утилиту magic c а для самсунга она rapid моды включит но я вас поздравляем и в принципе как бы и зашли а чё черно-белая будем разбираться винда наша но это такое дело поиграемся еще ну вот принципе как бы она и есть винда у нас запустилась тек 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 запустилась давайте мы посмотрим что у нас а почему черно-белая то интересно девки пляшет по 4 в один ряд начинал зарегистрироваться там будет ключи вести все остальное а все это будет совершенно будем горит так другая история вот так что вот есть летает летает система там и все остальное все пыхтит что нам еще надо что мы еще хотим так microsoft edge и так далее но будет это совершенно другая история по нашей винде давайте попробуем перезагрузиться как вообще будет запускаться наша система как она себя будет вести так не вижу выключение ну ладно выключимся 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 будет выключаться или надо будет на отдельную кнопку нажимать но если хочешь на нажму на отдельную кнопку она точно будет у нас сработает до выключаемся и сейчас мы обратно запустимся вот погасли погасли опять врубаемся флешка не включена у нас десятка идет тестирование светодиодики на материнской платье промегнули и все погасли хорошо более ребятки очень быстро очень быстро вы заметили офигительно давайте еще раз посмотрим давайте даже посчитаем по секунду вот я выключаю и давайте по секунду посчитаем от нажатия от нажатия кнопки нажали кнопку и поехали раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять офигеть ребята нормально вот эта тачка 10-15 секунд даже 15 лет вот это блин мы даем но это у нас видите новая система ничего нет драйверов нет активизма ключа нет и так далее ну пять секунд запускается это наша десятка на новой системе учитывая то что у нас против стоит целерончик это два ядра четыре потока десятой версии блин так что здесь есть о чем и подумать в наших видео я говорил что уже есть отзывы на вот эту материнскую плату и на ней можно видосы будем горит так прогонять и так далее вот на протеке на вот на таком довольно таки неплохо все это дело и получается ну вы видите мы сейчас систему поставили запустили блин она работает вот такие дела так что в принципе все как бы можно уже и заканчивать череду наших видеороликов по теме как собрать персональный компьютер за небольшие деньги это буквально обошлась вся вот эта вот история порядка 200 баксов 200 долларов считайте плюс-минус там можно на памятишки поменьше поставить не 16 а восьмерочку поставить и так далее учитывая то что блок питания бушный мой корпус мой монитор мой мышка моя клавиатура моя у нас дешевле все это дело получилось а вот процик материнская плата две планки памяти 200 баксов основа есть и вы знаете вот видите машинка довольно таки неплохо летает хорошо да хорошо пожелайте нам и вам удачи я думаю у нас все получится смотрите наше видео на канале компьютерной академии про вот такие интересные штуки ребятки а он у нас нормальный цветной 10 винда цветная а почему а это у меня в обе студии была накручена цветность убавлено якобы черно-белая так что 10 винда у нас здесь вполне нормально так хорошо у нас все нормально удачи вам